Всем доброго времени суток. Сегодня я вам расскажу о своем игровом компьютере за 5000 рублей, которые я собрал сам. Итак, давайте пройдемся по порядку. Первым у нас идет блок питания на 450 ватт. Понятно, что он не топовой фирмы, в принципе там этих 450 ватт нету, максимум 400, но для такой сборки это более чем достаточно. Материнская плата у нас Asus B5, вроде я брал ее за 2000 рублей. У нас есть 4 слота под оперативную память, из них я поставил только 3 планочки. Всего у нас 4 гига оперативы, 1 планочка на 2 гига, кинстов и 2 гиговочки. Далее у нас идет центральный процессор, у нас он здесь E7200, двухъядерный Intel. В принципе процессора более чем достаточно, на нем стартовая идет частота 2,5 МГц. Я его разгонял до 3, в принципе этой системы охлаждения вполне было достаточно. К этому всему у нас еще идет самая главная деталь, можно сказать, для игр в видеокарту. Здесь Radeon 3650 на 512 МБ. Видеокарта с класса супер бюджетных, в принципе ее цена до 1000 рублей, 800-900 максимум. Но я скажу вам, что ее сейчас достаточно на все топовые игры. То есть в Metro 2033 я играю, Battlefield 3, танки, корабли, самолеты. Ну все вытягивает, пускай не на самых, там даже средних настроек нету, на низких, но довольно она производительная. Ну и плюс забыл сказать, что стоит у нас жесткий диск на 320 гигабайт, тоже там не самый лучший. Но его вполне чем достаточно. Итак, видео, почему наше называется Stop FPS World of Tanks, потому что эта система на минимальных настройках, ну почти на самых минимальных, она выдает 100 FPS ровно. То есть не меньше чем 90 и не выше там чем 110. Вот. И этот компьютер реально стоит 5000 рублей. Давайте я вам сейчас назову цену на каждую деталь, сколько я за нее заплатил. Материнка мне обошлась в 2000 рублей, блок питания мне обошелся в 700 рублей, видеокарта мне обошлась в 800 рублей. И планки прийти в этом, ну точно сказать не могу, но тоже что-то около 1000, плюс жесткий тоже до 1000 рублей у меня обошелся. Ну ящик у меня был, там кулера было, охлаждение, все было свое, в принципе ничего не брал. Вот такая сборочка получилась. В следующем видео я хочу вам показать, как он показывает себя в играх самых топовых. Тот же Battlefield 3, посмотрим какой FPS, посмотрим метро, что там у нас такого еще сможет, Far Cry установлю, еще что-то. Так что такой компьютер, как по мне, сможет собрать любой из вас. В принципе, цена позволяющая, производительность тоже. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, смотрите следующие видео, до свидания.